В прошлый раз в конце я сказал, что такое стабильная гомотопическая категория. Не то чтобы сказал, но написал какое-то такое равенство, что это надо взять категорию спектров, в которой мы определили, как последовательность топологических пространств вместе с некоторыми отображениями. Из настройки в следующее пространство. И там надо обратить слабые эквивалентности. Это такие отображения спектров, которые индуцируют изоморфизм на гомотопических группах спектров. Но давайте поговорим, что означает эта запись сейчас. Что означает обратить какие-то отображения в категорию. Это называется обычно локализация категории. И можно это в абстрактном контексте так сформулировать. Пускай у вас есть какая-то категория. И есть там некоторый класс морфизмов. Ну, не все. Но вот в этом примере это категория спектров и выбранный морфизм, который индуцирует изоморфизм на гомотопических группах. Тогда локализация определяется при помощи универсального свойства. То есть это новая категория. Вместе с функтором есть старая категория в нее. что если для любого еще одной категории и любого функтора для любого морфизма из нашего класса существует единственная стрелка. Замыкающая диаграмма, документативная. Определение не очень хорошее, но такое написано, например, в книжке Гельфанда Манина про методы гомогическую алгебру. Не очень хорошее, потому что, когда мы говорим про категории, на самом деле, не очень хорошо говорить про и существует единственный функтор, существует там изоморфизм категории, правильно гораздо говорить слово эквивалентность. Но давайте оставимся пока с этим определением. Вообще в разных книжках локализация категория немножко по-разному может определяться, но вот по-разному с точностью до вот этого существует единственный. Насколько единственный, насколько он существует, с точностью до эквивалентности и тому подобное. Ну и все, вот такое определение написано, например, в книжке Гельфанда Манина. Конструкция. Ну, наверное, понятно примерно, как хочется построить такую локализацию. Конструкция такая, может быть. Объекты мы оставляем те же самыми. Что мы делаем с морфизмом? Ну, морфизм будет построено так. То есть формально надо просто сказать, что мы добавляем обратные стрелочки к стрелочкам из W. Давайте я это скажу чуть-чуть аккуратней. Значит, рассмотрим ориентированный граф. Граф на вот этих вершинах. То есть вершины — это объекты. Наша категория. И какие там будут морфизмы? Какие будут стрелки в этом графе? Стрелки. Бывают двух типов. Бывает стрелка из X в Y и с меткой альфа, если альфа — это морфизм в старой категории, категория C. А во-вторых, бывает морфизм из X в Y, бывает стрелка из X в Y с меткой — давайте я так обозначу — X, V. Если V — это морфизм из Y в X, который лежит в классе W. Я специально в другую сторону написал, потому что это должен быть обратный к V — морфизм. Значит, есть такой граф. На путях можно ввести отношение эквивалентности. Из X в Y введем отношение эквивалентности, которое порождается двумя простыми элементарными эквивалентностями. Значит, у нас все начинается из X, потом есть какая-то последовательность из трех объектов. И пускай здесь было написано альфа и бета, где альфа и бета — это морфизмы из категории. Тогда мы вот эту штуку можем заменить на композицию, просто там написать. То есть это первая замена, которую мы можем сделать. Но вторая замена должна говорить, что XW — это обратный к V. Это мы заменяем на… Такой. Ну, он должен быть обратный с двух сторон. Значит, еще одно соотношение нужно. Вот. Что-нибудь типа, что ID можно выкинуть? ID можно выкинуть, это здесь написано. А если просто одна стрелка ID? Ну, то есть, как мы одну стрелку ID выкинули? Ну, бывает пустой граф. Ну, конечно, не очень хорошо, наверное, так говорить. То есть, пустой путь бывает. С вершиной. Ну… Нет, если у нас, кажется, одна стрелка, то мы просто ничего не можем сделать. У нас во всех этих эквалентностях нужно, чтобы было хотя бы две стрелки. Ну, все слева. В смысле… Нет, но если у нас в итоге останется только ID, то что у нас там у плохого? Ну, я не знаю. Кажется, мы, наверное, хотим, чтобы ID как-то можно было серебрировать. И середине можно вот отсюда. Ну, и да, понятно, что то, что тут написано, это не отношение к эквивалентности, а элементарной эквивалентности. Надо относительно замкнуть. В смысле, это отношение к эквивалентности, которое этим порождается. Да, я сказал, что это, например, можно посмотреть в книжке Гельфанда Манина. Методы гомологического аутебра. То есть нам не нужно было добавлять какие-то другие аутебры? Нам вот эти палец вправду. У вас добавилось… Да, я не сказал, что такое аморфизма. Да, я сказал, что вот у нас есть стрелки, а аморфизма – это пути. Класс в пути. Класс в таких пути. Ну, то есть мы добавили обратный аморфизм, но на самом деле мы добавили гораздо больше, конечно, аморфизма, потому что мы добавили всякие такие композиции. То есть такие пути. Определение более-менее ничего, конструкция тоже более-менее ничего, но у нее очень много проблем. Ну, как бы тут проблема есть в зависимости от вашего мировоззрения, потому что за счет того, как вы думаете про то, что такое категория. Если вы думаете, что категория – это класс объектов и множество аморфизмов между парами объектов, то тут проблема начинается, потому что здесь этих путей очень много. В смысле, их класс, скорее всего, они множество, потому что они проиндексируют. Ну, в смысле, тут по дороге могут быть все возможные объекты из категории. То есть, вообще говоря, на первый взгляд, вот это вот классы путей из X в Y, они не образуют множество, их слишком много, может быть. Ну, ничего страшного с некоторой точки зрения. То есть можно говорить про универсумы Иротендика, говорить, что просто эта категория в некотором смысле больше. Оказалось, никаких логических противоречий нет. Но если вас смущает такие теоретико-множественные проблемы, то на самом деле очень часто можно доказать, что такая конструкция дает хорошую категорию в том смысле, что между двумя объектами все-таки множество аморфизмов, оказывается, а не класс. Например, это происходит, когда у вас изначально была малая категория, локально-малая категория, то есть морфизм образовывали множество между двумя объектами, и была модельная структура на ней. Но я не буду говорить особо сейчас про то, что это модельная структура. Давайте мы посмотрим на то, как это работает в классической теории гомотопии, в нестабильной. Чтобы там все хорошо получается. Да, еще все хорошо получается, если у вас это множество W обладает некоторыми хорошими свойствами. Например, допускают как-то исчисление частных, да, это называется Calculus of Fractions, исчисление дробей. Там просто на самом деле оказывается, что все морфизмы… Не надо писать длинные морфизмы, достаточно писать какие-то такие коротенькие домики, и про них можно понять, что действительно получается множество. Вот, но это не наш случай. У нас случаи как раз скорее модельных категорий, но я не буду произносить это слово особо. Давайте посмотрим на то, как это работает в классической теории гомотопии обычной. Давайте я напомню определение, которое вы знаете. Значит, непрерывное отображение из х в у между топологическими пространствами. Сейчас в магических пространствах можно думать, что это именно все топологические пространства, а не только целикомплексы. Это слабая гомотопическая эквивалентность. Если… Выполняются два условия. Да, если, во-первых, это биекция на компонентах линейной связности. И, во-вторых, дверевые точки на иксе – это же отображение доджирует изомофизм между гомотопическими группами. Я думаю, все, кто слушал что-то про теорию гомотопии, это определение, конечно же, видели. Это первое определение. Ну, это слабая эквивалентность, это аналог того, что у нас было для спектров. Там у нас слабой эквивалентностью называлось примерно вот это условие, только у нас еще все стабилизировалось по надстройке. Это слабая гомотопическая эквивалентность. Бывает еще сильная гомотопическая эквивалентность. Если есть два отображения из х в у в топологических пространствах, то есть два неправильных отображения, они называются гомотопными, если есть гомотопия. Здесь существует h из х крест отрезок в у такое, что h ограничена на х крест 0 – это f, h ограничена на х крест 1 – это g. И это отрезок. Вот, и отображение – это гомотопическая эквивалентность. Если существует обратная источность до гомотопии. Если существует j из х такое, что одна композиция гомотопно-тождественная и другая. Довольно просто проверить, что второе влечет первое. Сильная гомотопическая эквивалентность является слабой гомотопической эквивалентностью. Опять же, это всегда проверяют в курсе теории гомотопии. Это просто потому, что гомотопные отображения задают одинаковые гомоортизмы на гомотопическую группу. А тут надо быть немножко аккуратным, потому что надо про отмеченные точки помнить. Но морально просто поэтому. Давайте я это сомнирую. f – гомотопическая эквивалентность. Значит, это слабая гомотопическая эквивалентность. Но верное и обратное в некотором случае. Это называется теорема Лайтхеда. Значит, если f – отображение из х в у – слабая гомотопическая эквивалентность, и если x и y – это целая комплекса, тогда она является сильной гомотопической эквивалентностью, то есть обычной гомотопической эквивалентностью. Вам такое доказывали? Да. Хорошо. Ну, если вы забыли, это несложно доказываться, но, опять же, я не хочу на это время тратить, потому что почти все видели. Например, ссылка есть в книжке Мэя 10.3. Но это более-менее руками доказывается. Следствие из этого утверждения из теоремы Лайтхеда такое, что если мы возьмем категорию топологических пространств… Давайте пока ограничиваемся цв-комплексами. Я сейчас это буду временно так обозначать. Это топологические пространства, допускающие структуру цв-комплекса. Мы можем посмотреть на эту категорию, и можем в ней обратить слабые гомотопические эквивалентности. Ну, вот в том смысле, что я до этого писал как универсальное свойство или как конструкция при помощи тех путей. Ну, и средство говорит, что эта категория, она изоморфна, даже не эквивалентна, а даже изоморфна категории фактор по сильным гомотопическим эквивалентностям. Я это так сейчас обозначу, и так я сейчас обозначаю категорию, где объекты — это все еще цв-комплексы. А морфизмы — это классы гомотопности. Вот. И справа категория, конечно, хорошая. Там морфизмы образуют множество, потому что это мы просто взяли те множества, которые были раньше, и профкатеризовали по какому-то отношению эквивалентности внутри этого множества. То есть там просто множество только в некотором смысле уменьшилось. А справа, на первый взгляд, вот конструкция была довольно дурацкая, то есть там надо было брать все объекты. Вот эта категория, она, конечно, тоже большая. Там объектов, конечно, класса немножество. Вот. Но раз есть изоморфизм, то на самом деле конструкция дает хороший ответ. Давайте проверим это, потому что со спектром мы потом будем проделывать похожую конструкцию, поэтому я хочу эту вещь проверить аккуратно. Нет, конечно. Структура своего комплекса – это фильтрация, вместе с какими-то там отображениями, как клетки переклеивать. То есть мы тут фиксируем у пространства, какая именно у него структура? Нет. Я как раз специально все время это аккуратно стараюсь говорить, что это пространство, которое допускает структуру своего комплекса. То есть я не выбираю никакую конкретную структуру. Ну а так, конечно, структур очень много циокомплекса. Я не знаю, вы можете взять отрезочек, у вас есть понятная структура циокомплекса – две точки и одна клетка. вы можете его разбить на много кусочков. У вас много структур уже. Вы, кстати, слышали когда-нибудь словосчитание компактно порожденное слабо-холдорфовое пространство? Нет. Тогда про это тоже немножко поговорю. Значит, давайте докажем это следствие, пользуясь теоремой Вайтхена. Что у нас здесь есть? Ну, сначала надо воспользоваться просто определением локализации. Значит, у нас есть категория логических пространств, допускающих структуру циокомплекса, а есть локализация ее. в слабо-гомотопических эквивалентностях. Я тебе буковку F это обзову, как в определении локализации. Дальше у нас есть функтор в вот эту вот понятную категорию, где мы просто по отношению гомотопической эквивалентности прокавторизовали. Во-первых, у нас здесь есть функтор. Да, это потому что G переводит слабые гомотопические эквивалентности в изоморфизма. Да, это как раз теоремовая всегда, которая говорит, что если у вас была слабая гомотопическая эквивалентность, то она на самом деле просто гомотопическая эквивалентность. А здесь все гомотопические эквивалентности стали изоморфизмами. Да, потому что для гомотопической эквивалентности здесь есть обратный вот этот G как раз из определения. И композиция F и G – это то же самое, что единица с точностью до вот этого отношения. Значит, действительно есть обратный. Значит, такая стрелка у нас есть просто из определения локализации универсального свойства. Можете чуть пояснить? Там же у нас сверху какие-то пути. Неважно. Я пользуюсь сейчас универсальным свойством. А, да. Но если вы хотите про путь думать, то путь – это последовательность морфизмов и как бы обратная к слабой гомотопической эквивалентности. Я, кстати, не проверил, что конструкция действительно дает решение этой универсальной задачи. Но сейчас я про это как раз примерно и скажу, что, значит, если у вас есть такой путь, то как вы хотите морфизм в такой путь отправить сюда? Ну, понятно, что стрелочки, которые соответствуют просто морфизмам, вы прямо в эти морфизмы отображаете. Да, потому что у вас есть тут правило, как вы морфизм отображаете. Дальше у вас тут есть стрелочка, которая соответствует обратным к SW. Но у вас вот здесь условие, что как раз все элементы SW становятся изоморфизмами. То есть там есть обратная. Но и обратный, конечно, однозначно определён всегда. Поэтому вы вот эти вот XW, которые я обозначал в конструкции, вы просто приводите в эти вот обратные. Ну, а дальше надо понять, что отношение эквивалентности выполнено на путях, которое было. Но это более-менее очевидно, потому что это просто отношение эквивалентности, которая композиция, морфизм здесь. То есть если вы хотите думать про эту вещь как про конструкцию, то опять же все тавтологически получается более-менее. Вот, значит, есть такой функтор, но давайте поймём, что на самом деле есть еще и обратный функтор. В обратную сторону. Да, этот функтор, он тождественен на объектах, потому что это будет тождественен на объектах, это будет тождественен на объектах. Мы хотим понять, что он просто задает теперь биекцию на морфизмах. Понятно, что он задает сюрекцию на морфизмах. Да, потому что любой морфизм в нижней вот этой категории, он пришел из настоящего морфизма, да, потому что это просто класс. Значит, он был здесь. То есть сюрекция на морфизмах здесь есть. Единственное, что надо понять, что есть инъекция на морфизмах. Но можно пытаться это как-то из конструкции проверить, но мне кажется, это довольно сложно, поэтому давайте просто построим обратный функтор. Опять же понятно, как хочется построить обратный функтор. Если у нас есть тут какой-то класс морфизма f, то мы берем этот f и он задает морфизм в верхней правой категории. Надо только проверить, что это правило, оно не зависит от выбора представителя в этом классе гомотопических возможностей. То есть надо проверить такую вещь, что пусть f из g из x в y гомотопно, надо проверить, что они задают один и тот же морфизм в этой категории. Ну, давайте это проверим, это несложно. Значит, что значит они гомотопны? Это означает, что у нас есть гомотопия. То есть у нас есть вот такая картинка. И мы можем двумя способами вложить сюда x. Нулем и единицей. И композиция будет либо f, либо g. Но давайте я это так сейчас нарисую. Значит, у нас есть проекция на x. Есть два варианта назад вложить x. Проекция p и с ноликом, и с единичкой. Ну, что мы знаем с вами? Мы знаем, что f это изоморфизм. Ну, а самом деле мы знаем, что вот эти все три стрелки — это изоморфизмы вот в этой категории. Давайте я это так напишу, значит, что… Давайте я просто какой-то напишу в формальной стрелочке. На самом деле я просто хочу сказать, что вот эти два аморфизма одинаковые вот в этой категории становятся. Потому что они просто обратные вот к этому аморфизму. Давайте я напишу какое-то формальное отождество. Значит, во-первых, p — это гомотопическая эквивалентность. Значит, слабая гомотопическая эквивалентность. Значит, f от p обратимо. Ну, давайте я обозначу xp обратно к нему. Это согласовано с теми обозначениями, которые у меня были в конструкции. Вот. Ну, давайте теперь я напишу просто такое равенство, что и с ноликом — это xp композиция с… Ну, f от и с ноликом. Композиция с f от p, композиция с… и с ноликом. f от и с ноликом. Ну, это просто потому что xp — это обратно к fp. Я могу эту вещь закрыть, зачеркнуть. Но с другой стороны, что такое вот эта композиция? Да, это сначала мы и с ноликом делаем, потом p. Если мы сначала делаем с ноликом, потом p, получается самое тождественное на x — это xp. Ну, можно букву f вынести наружу. То есть получилось, что f от и с ноликом — это обратно к p, ну, как я до этого и говорил. Ну, и аналогично можно написать про e1. Ну, значит, получилось, что f от и с ноликом и f от e1 равны. Ну, а композицируя теперь с буковкой h, мы получаем, что f от f равно f от g. Вот. Ну, а отсюда следует, значит, что есть обратный функтор. Вот. Ну и понятно, что он обратный становится. Все на этом с этим следствием. Ну, то есть здесь рассуждение было очень простое. Значит, что просто оказалось, что вот этот морфизм, он обратимый. Поэтому вот эти два оказались одинаковые. Вот. Ну, вот таким вот дешевым относительно способом, совсем очень просто, мы получили, что вот такое вот абстрактное определение с какой-то очень большой конструкцией, на самом деле, оказывается чем-то очень удобоваримым. То есть, во-первых, на самом деле нет никаких проблем с теоретикой множественными вопросами. Ну и, во-вторых, примерно понятно, как считать морфизм в эту категорию. Потому что вот такие вот длинные композиции путей вообще непонятно, как выглядят и что с ними делать. И как посчитать просто, сколько бывает морфизмов из-за какого-то одного объекта в другой, например, из-за окружности и в окружность, в этой категории совсем непонятно. Ну, а здесь более-менее понятно. Вы знаете, что это Z. Хорошо. Ну, здесь я писал, что CW-комплексы мы сейчас брали. Я вообще до этого говорил, что я буду, хочу думать про CW-комплексы. На самом деле, CW-комплексов немножко не хватает для того, чтобы делать все конструкции, которые хочется. Надо несколько увеличивать категорию, но как бы всех-то погибших пространств наброют слишком много. Поэтому люди обычно работают в категории… Ну, есть два варианта, в каком контексте делать теорию гомотопии. Либо работают в категории компактно порожденных слабых воздротовых пространств, либо просто с симплициальными множествами работают, это чисто комбинаторика. Но теория гомотопии получается ровно та же самая, как-то не странно. Давайте сейчас поймем, почему все не особо зависит от того, с какими пространствами работать. Значит, есть такая теорема, которую я хочу рассказать доказательства, но, наверное, не сегодня, это теория, которая называется… которое проаппроксимацию цивиокомплексами. Значит, пускай у вас есть топологическое пространство, опять же, любое топологическое пространство, без всяких ограничений. Значит, тогда существует свой комплекс, который ему слабо эквивалентен. И слабая гомотопическая эквивалентность. Знаете такое утверждение? По-моему, у нас такое было, да? Ну, тут есть несколько вариантов, как это доказывать. Обычно доказывают и нефункториальную конструкцию. Сейчас я про это скажу. Ну, давайте я сначала допишу формулировку. Значит, существует свой комплекс слабо эквивалентность. Причем можно сделать это функториально. Причем есть функториальный способ такой аппроксимации. Сейчас я аккуратно нарисую, что значит это. То есть для любого f из x в y такая диаграмма комментирует. есть некоторая стрелка здесь, опять же, каноническая, и диаграмму комментирует. То есть существует квад f каноническая такая, что комментирует. Ну, или если совсем говорить на категорном языке, то, значит, давайте это здесь скажу. То есть есть функтор q из топологических пространств, топологические пространства, которые допускают структуру целокомплекса, и естественное преобразование. Преобразование. Это из q с позиции с i в торжественной на топе. Где i это вложение. И для любого x это x из q от x в x. Слабая гомотопичная эквивалентность. Вот. На этом, на самом деле, просто произнес ровно то же самое, что здесь, только заменив слово «функториальный» на то, что это значит формально. Вот. Эту теорему можно доказывать по-разному. Если забыть про функториальность, то можно примерно так делать. Можно взять пространство, которое у вас есть, x, посмотреть на все его гомотопические группы. Ну, во-первых, можно ограничиться только связанными пространствами, линейно связанными пространствами. Вот. Посмотреть на все его гомотопические группы. Каждая гомотопическая группа задает вам… каждый объект, каждый элемент любой гомотопической группы задает вам отображение из сферы ваше пространство. Сначала взять большой вот такой букет сфер по всем возможным элементам из гомотопических групп. Вот такой очень большой букет сфер, и его отображаете в x. Это, конечно, еще не наш целый комплект, который мы хотим, но он уже очень хорош тем, что он сюрреективный на всех гомотопических группах, это отображение. Просто потому что у нас такая-то фотологическая конструкция была. Вот. Дальше надо с ним что-то делать. Надо его суметь сделать не только сюрреективным на гомотопических группах, но и инъективным. Ну и надо просто другими сферками приклеивать… в смысле, приклеивать вот эти отношения к гомотопности, отношения к эквивалентности между отображениями сфер. То есть надо просто взять вот этот очень большой букет сфер, и потом к нему аккуратно приклеивать еще какие-то клетки, так, чтобы соотношения внутри гомотопических групп были ровно те же, что внутри гомотопических группы x. Вот. На этот конструкция очень нефункториальная, потому что непонятно, как мы взяли представители для отображений, для элементов гомотопических групп мы берем какие-то конкретные представители, но вот это уже непонятно. Потом, как мы заклеиваем вот эти вот соотношения, как мы вводим, ну тоже непонятно. Но зато очень такое ручное и приятная конструкция, то есть без каких-то там высоких категорных слов. Вот. Но есть очень хорошая конструкция через симплециальное множество, которое я хочу рассказать, но не сегодня, наверное. Но, может быть, начну сегодня рассказывать. Но пока давайте оставим эту теорему. Будем считать, что мы в нее верим. И, пользуясь ей, мы сейчас докажем, что в гомотопрической категории не важно, что брать, целый комплекс или все пространства. Музыка. Музыка. Минимают. Угрую. Музыка. 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 Да, если вы знаете, что такое симплициальное множество, то здесь ответ очень простой для того, что такое код x. Это просто геометрическая реализация сингулярного симплициального множества x. Вот. Но я говорю, что я хочу произнести потом все эти слова аккуратно и проверить эту теорию. Значит, следствие. Можно взять все топологические пространства и взять там отношения слабой гомотопической эквивалентности. В смысле, взять слабые гомотопические эквивалентности и их обратить. Ну и вот эта категория оказывается эквивалентна категории целикомплексов с обращенными слабыми гомотопическими эквивалентностями. Вот. Ну а про правую категорию мы, опять же, уже с вами обсуждали, что она совсем понятная. Там можно просто факторизовать по отношению гомотопности морфизма. То есть вот эта категория, на первый взгляд, еще больше, чем вот эта. И там еще больше проблем должно быть с тем, чтобы морфизмы образовали множество. Но поскольку эти категории оказываются эквивалентны, то морфизмы там образуют как бы одинаковые в своей природе элементы. То есть там есть объекция между классами морфизмов. Поскольку здесь класса морфизмов на самом деле множество, значит и здесь класса морфизмов на самом деле множество. И категория осталась того же размера в этом смысле. Вот давайте проверим вот это дело. Значит, у нас есть два ещетчика пространства, есть два ещетчика пространства, допускающего структуру CA-комплекса. Ну вот есть функтор вложения просто, полное вложение категории. Дальше у нас есть вот эти вот локализации. Давайте, у меня вот есть вот эти вот все функторы из определения локализации. Этот я обзываю fcv, этот просто f. Здесь у меня пока нет никакой стрелки. Но что мы знаем? Мы знаем, что если тут у нас была слабая гомотопическая эквивалентность, то она, конечно, и тут есть слабая гомотопическая эквивалентность, потому что это как бы то же самое отображение, то же изоморфизм на гомотопических группах. Поэтому вот такая вот композиция, она переводит слабые гомотопические эквивалентности в изоморфизм. Потому что здесь стали изоморфизмом все слабые гомотопические эквивалентности отсюда. Это означает, что вот здесь есть функтор. Хорошо. 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 Мне, опять же, хочется построить обратный функтор. На самом деле, обратный функтор — это более-менее q. Давайте я его назову. Значит, что мы знаем про функтор наш q? Он, во-первых, отсюда-сюда действует. Что, во-вторых, мы про него знаем? Мы знаем, что он… В смысле, что мы хотим, что нам нужно, чтобы появилось вот это… чтобы получить вот эту стрелку. Нам надо, чтобы он слабый эквивалентность в тапогический пространстве, придел слабую эквивалентность cv-комплексов. Ну, давайте проверим, что это действительно происходит. Значит, пускай у нас есть v из x в y слабая эквивалентность, тогда что нам дает функториальность q? Она нам дает такую картинку. Значит, q от x в x в y в q от y. И здесь у нас w. Ну, здесь какие-то стрелки, которые из конструкции, здесь q от y. Ну, что мы знаем? Мы знаем, что вот это была слабая эквивалентность по нашему предположению, слабая гомотопическая эквивалентность. Я слово «гомотопическое» пропускаю, но пока что это имеется в виду слабые гомотопические эквивалентности. Значит, вот эта штука – слабая гомотопическая эквивалентность. И вот эти тоже. Это из нашей конструкции, из теоремы. Потому что эта конструкция q, она должна как раз приближать икса… приближать только q пространство в том числе до слабой гомотопической эквивалентности. То есть все вот эти вот три стрелки – это слабые гомотопические эквивалентности. То есть они создают изоморфизм на гомотопических группах. Ну, значит, и это создают изоморфизм на гомотопических группах. Здесь мы, на самом деле, воспользуемся так называемым правилом 2 из 3, что на самом деле мы сначала понимаем, что вот это слабые гомотопические эквивалентности, потому что композиция двух. А дальше мы знаем, что это слабые гомотопические эквивалентности, это слабые гомотопические эквивалентности. Значит, и вот это. Слабые гомотопические эквивалентности, они обладают таким вот добавленным свойством, что если две стрелок в треугольнике таковы, то и третья тоже. Ну, потому что это что-то типа изоморфизмов. Вот. То есть, действительно, qatv слабая гомотописическая эквивалентность, значит, у нас есть вот этот вот обратный функтор. Ну, а дальше давайте я скажу, что это упражнение на какую-то теорию категории, что φ и φq задают эквивалентность категории. Надо просто вспомнить, что такое эквивалентность категории и проверить. Если вы хотите думать, что эквивалентность категории — это вот два функтора, так что есть еще два естественных преобразования из одной композиции в единицу и из единицы в другую композицию, то вот у вас эти два функтора. Естественное преобразование у нас на самом деле там написано. Я специально сформулировал как-то это со словом естественное преобразование. Естественное преобразование на самом деле соответствует вот этому, вот этому морфизму. Вот. Ну, либо вы можете просто проверить, что вот эта стрелка изоморфин объекта, который пришел отсюда, но это опять же та же самая теорема нам говорит, что любой объект здесь действительно изоморфин объекту, который пришел слева. Вот. Ну, плюс, что на морфизмах у вас бигекция, но это опять же можно проверить при помощи вот этих двух функторов. Мораль этого следствия состоит в том, что если мы хотим заниматься теорией гомотопии, то есть изучать пространство в точности до слабой гомотопической эквивалентности или изучать какие-то гомотопические варианты, которые зависят только от слабого гомотопического типа пространства, то не очень важно, в каких пространствах работать. Можно работать во всех пространствах, можно работать в цевокомplexах, можно в чем-нибудь приведутся между ними. Надо работать просто с тем, что удобней, во-первых. То есть где можно делать всякие разные конструкции. И во-вторых, ну, чтобы в той категории, в которой вы работаете, жили те пространства, которые вы действительно на самом деле хотите изучать, но почти все пространства, которые вы хотите изучать, скорее всего, допускали структуру цехокомплекса. Поэтому надо брать что-то среднее между цевокомплексом и логическим пространством. Но, я говорю, про это мы немножко попозже чуть побольше поговорим. Всё, давайте перерыв сделаем. Два варианта, что мы можем сейчас обсудить. Либо про симплециальное множество, либо про компактно-провожденное пространство. Что вам приятнее значило? Что ещё? Симплециальное множество, либо компактно-провожденное пространство. Ну, первое интереснее, когда звучит. Ну, хорошо. Давайте симплециальное множество тогда обсудим. Как бы, на самом деле, ни то, ни другое нам очень сильно не понадобится в дальнейшем, но это и другое надо себе представлять, потому что это некоторый контекст, в котором все обычно происходят. Это симплециальное множество. Абсолютно непонятная штука, когда вы их видите первый раз, и второй раз, и третий раз, но со временем можно привыкнуть. Вот есть такая статья на архиве, которую написал Фридман, и она называется an elementary illustrated introduction ту симплейшую ассетс. Я советую вам в нее в какой-то момент посмотреть, особенно если вы отчаетесь понять, что такое симплециальное множество. Она длинная довольно, но там первая половина, ну, в стороне 50, но там первая сторона 20 можно быстро просмотреть, и какая-то интуиция, скорее всего, появится. Это очень категорная вещь симплециальное множество, поэтому давайте сразу с категории начнем. Есть такая категория, которая называется дельта, категория дельта, такая вещь. В ней объекты — это конечные линейно-упорядочные множества, для чего источник это изоморфизма уже, то есть такие объекты. где эта штука — это просто линейно-упорядочные множества из n плюс одного элемента. Аморфизма — это отображение, которое сохраняет порядок, то есть монотонное отображение. Аморфизма — это отображение. Монотонное — это значит, что если что-то было меньше либо равно другого, то оно осталось меньше либо равно. То есть два разных элемента могут склеиваться в один, в принципе. Но и тогда все, что было между ними, тоже склеилось в этот же самый один элемент. Дальше есть такое замечание, которое всегда делают, которое довольно бессмысленное, но наводит много грустной комбинаторики, которое говорит, что все морфизмы здесь — это композиция понятных морфизмов. Мозиция таких отображений. В общем, я хочу, во-первых, дельта… э, деитах… Я еще букву n сверху напишу, потом я перестану описать, скорее всего. n минус 1. Такой — это который инъективный. Он должен быть монотонным отображением. Вот эта инъекция, которая пропускает это элемент. В образе. Да, здесь элементов на один меньше. Мы просто берем первые вплоть до и минус первого в элемент с тем же номером отправляем, а все остальные сдвинув на единичку отправляем. Значит, такие бывают отображения. Еще бывают вырождения в другую сторону. Это, наоборот, сюрекция, где j и j плюс первое в одну точку отправляются. То есть, опять же, первое – j минус 1, мы отображаем тождественно, потом следующее – j и j плюс первое в одну точку j, здесь отображаем, оставшийся хвостик, наоборот, налево немножко сдвигаем. Вот. Мне очень сложно проверить, что любой морфизм – это композиция таких. Можете это проделать в качестве упражнения. И эти морфизмы, они удовлетворяют некоторым комбинаторным тождеством, как там устроена композиция двух таких. Я сейчас это не буду писать, я через минуту напишу двойственную картинку. Вот. Что такое симплициальное множество теперь? Глициальное множество. Это функтор из delta op в множество. То есть, это контравариантный функтор из delta в множество. Да, это op, означает, что мы морфизм обратили. То есть, это то же самое, что контравариантный функтор из delta в множество. Вот определение симплициальное множество очень простое, но совершенно непонятное. Как можно думать про симплициальное множество? Ну что такое функтор? Функтор — это то, что всем объектам ставит соответствие что-то, и всем морфизм ставит соответствие что-то. Объекты у нас тут пронумерованы натуральными числами. Ну, начиная с нуля. Не отрицательными целыми числами. Так можно про это и думать. То есть, k — это такая штука. Это, во-первых, набор k n, принадлежащий. Набор множеств k n, n больше всего равно нуля. И вот это дело обычно называют n-симплексами. И морфизмы. Ну, какие морфизмы? Можно сказать, что мы для всех морфизм хотим какие-то отображения между этими множествами. Ну, либо достаточно вот только для этих попросить, которые все порождают. Не надо еще, чтобы соответствующие соотношения выполнялись. Ну, вот обычно смотрят только на те, которые все порождают. То есть еще морфизмы дельтаиты из k n в k n минус 1 и от нуля до n. Вот. Ну, здесь надо писать, на самом деле, буквку n еще наверху, около этих дельт. Но не пишут. Никогда. Да. Вот. Ну, то есть, на самом деле, вот этих вот дельт, их не n штук, да? А еще для каждого n, как бы для каждого n их свое n штук. Потому что они между разными. Правильнее написать вот здесь, что n. Давайте я так напишу, что… t, i, t… То есть… Потому что всегда, когда их рисуют, понятно, на самом деле, какой-то буквку n надо написать. Вот. Дельтаиты и еще должны быть s, y, s, k n минус 1 в k n. Опять же, y от нуля до n минус 1. Значит, вот эти штуки называются n-сиплексами симплициального множества. Эти называются гранями. Что? Здесь? Нет, от нуля. У нас все с нуля начинается всегда, да. И там везде плюс написано, а не минус 1. Так что да. Да, вот эти дельты – это то, во что функтор f превращает вот эти отображения. Да, он у нас контравариантный, поэтому это отображение было отсюда сюда, поэтому f от него должно быть f от n в f от n минус 1. Ну, не f, а в смысле из k от n в k от n минус 1. Но я k от n вот так теперь сейчас обозначаю. Вот. Эта грань называется это вырождение. В общем, вот такие слова мы сейчас чуть попозже попытаемся понять. То есть, значит, симплициальное множество – это набор множеств, поиндексированный неотрясательными числами, и много морфизмов между этими множествами, то есть просто отображение множеств. И надо написать все соотношения. Давайте я их один раз напишу, чтобы вы их видели. Ну, это, опять же, не самая смысленная деятельность. Значит, такое соотношение есть. Ждет. Ждет минус i. Дальше и. И вот еще j. Ждет минус i. И еще одно соотношение, которое у меня не влезло. То есть как только вы задали много множества и много отображений между ними, которые удовлетворяют этим соотношениям, это то же самое, что задать просто типенциальное множество, то есть функтор из категории delta op множества. Но эти соотношения — это просто те соотношения, которым вот эти отображения удовлетворяют. Вся категория симплициальных множеств обычно обозначается ss. Да, а картинку, когда пишут что-то симплициальное множество, обычно рисуют просто картинку с кучей стрелок. Да, морфизма функторов, то есть естественное преобразование функторов. То есть это такие отображения из соответствующих kn в соответствующие, там, gn, а такие, что они вот с этими всеми стрелочками коммунируют. Так, когда говорят симплициальные множества, обычно рисуют такую картинку. Значит, вот есть k0 — это 0 симплекса. Дальше есть k1 — здесь есть две грани, одно вырождение. Дальше есть k2 — здесь есть три грани и два вырождения. Ну и вы можете рисовать такую картинку, пока у вас стрелочки врезают. Хорошо. Вот, к этому можно относиться действительно как к таким вот картинкам, но если вы хотите какую-то геометрическую интуицию, то можно ее тоже попытаться заполучить, особенно если вы почитаете ту статью, которую я сказал. Но давайте попытаемся в двух словах объяснить, что это все значит. Значит, наверное, вы знаете словосчитание симплициальный комплекс в топологии. Ну, что-то склеено из треугольничков там, тетраэдров, отрезочков. Ну и причем правило такое, что вы можете только приклеивать ребро к ребру, грань к грани и так далее. Вот. Пока непонятно, какое-то к этому имеет отношение совершенно. Вот, это симплициальный комплекс. Дальше можно сказать, что такое абстрактный симплициальный комплекс. Абстрактный симплициальный комплекс — это просто такая вещь, что когда у вас был просто симплициальный комплекс, вы могли просто посмотреть на все вершины, которые в нем есть, а потом отметить те наборы вершин, для которых у вас есть симплекс, который обладает ровно этими вершинами. То есть, например, если у вас есть симплециальный комплекс к соответствующей треугольничку, да, то у вас есть, ну треугольничка плохой пример, давайте два треугольничка. Вы можете пронумеровать вершинки, и вот у вас есть множество 1, 2, 3, 4, или вы можете там выбрать все возможные подножства, которые соответствуют симплексам, которые у вас есть на этой картинке. То есть у вас, в частности, здесь есть, ну, во-первых, есть все одноэлементные товарищи. Какие тут ноль симплекса? Ноль симплекса — это просто вершинки, то есть такие множества. Дальше есть один симплекс. Один симплекс — это ребра, но мы можем их просто кодировать вершинами этих ребер. Два симплекса, но есть еще два-три симплекса. Вот. Уже немножко похоже на то, что написано выше, кроме я какие-то такие же слова произношу. Значит, вот у нас есть ноль симплекса, один симплекса, два симплекса, что соответствует вот этим стрелкам. Но мы же должны помнить не просто про то, какие у нас симплексы есть, а еще кто, кто чья граница, кто чья грань. То есть, например, у меня есть вот этот вот треугольник, у него есть три грани. Она соответствует тому, что у меня есть… что я вот этому вот объекту, я могу сопоставить три объекта отсюда. Этот, этот, этот. Это как раз соответствует взятию разных дельт. То есть, здесь у меня есть, сколько, три дельты как раз. Дельта ноль, дельта один, дельта два. Дельта ноль берет грань вот эту. Дельта один берет грань вот эту. Дельта два берет… Дельта три берет грань вот эту. Я просто выкидываю соответствующую вершину. Потому что, если помните определение дешек, которые были там вот в категории дельта, они выкидывали просто одно число какое-то. Дельта ноль, оно выкидывало нулевой элемент из множества у нас частично порядочного. Ну, не выкидывало, наоборот, извиняюсь, вставляло без нулевого элемента. То есть, д, оно соответствует как раз вложению вот такого множества вот в это. Дельта ноль, оно как бы соответствует вложению этого множества вот в это, но пропусканием первого элемента. А что из этого k1? k1 – это вот это множество. Из 5 или 5? Да. Ну, это не совсем правда, но в первом приближении надо так про это думать, что это k1, это k0, это k2. Не совсем правильно, но я говорю, что пока давайте так думать про это. Вот. Ну, соответственно, из этого тоже у вас… Я могу написать, чему равно там дельта 3, дельта… Дельта 3 у меня нет, извиняюсь. Дельта 2. d0, d1, d2, чему равно. Ну, d0, он должен выкидывать самый маленький элемент, сюда отправляет, ну и так далее. d1 выкидывает средний элемент, и d2 выкидывает самый большой элемент. То есть они так действуют, исследуют это соотношение, да? Нет, то есть я сейчас какой-то пытаюсь… не совсем формально говорю, потому что формально это надо было бы сказать, как по симплециальному комплексу такому построить честное симплециальное множество. Я сейчас это не совсем говорю до конца. Ну, да, рецепт такой, действительно, что надо взять, если говорить совсем аккуратно, надо взять, действительно, все вершины, пронумерать их от 0 до какого-то числа. Я, правда, здесь зачем-то от единицы пронумерал, это запутывает, наверное. Если я сейчас сотру и напишу, то станет, мне кажется, еще хуже. Ну, давайте… не знаю… Нормально, да? Давайте оставим. Хорошо, значит, пронумераете их друг за другом. Дальше, как только вы пронумеровали, вы можете действительно понять… Можете вот такие написать K0, K1, K2 и понять, как вы хотите дельты устроить, что действительно выкидывает просто там по порядку самые маленькие, следующие, следующие, следующие элементы. Вот. Вот отсюда у вас, например, из этой… отсюда сюда у вас должно быть всего два набора стрелок. Ну, в смысле, две стрелки всего. Из всего… из K1 в K0 у вас есть всего две стрелки. Одну выкидывает самый маленький элемент, другой выкидывает самый большой элемент в вашем отрезке, в вашем таком частично управляющем мышке. Но что-то сейчас не совсем то еще произошло, но похоже немножко, потому что здесь есть еще какие-то стрелки назад. Ну, если вы, может быть, и можете придумать стрелку отсюда сюда или отсюда сюда, то как-то дальше уже проблемы начинаются. Некоторые в пустое множество, наверное, можно что-нибудь попытаться сказать, но нет. Поэтому то, что сейчас я сделал набросок конструкции, это на самом деле называется не симплициального множества конструкция, а конструкция полусимплициального множества. А еще она называется иногда дельта множеством, но это совсем ужасно звучит, потому что у нас там есть категория дельта, и это совсем не то же самое, что просто множество связано с этой дельтой. Полусимплициальное множество – это такая вещь. Это то же самое, что симплициальное множество, но действительно стрелки только в одну сторону есть. И выполняются те же самые соотношения, что должны быть на вот эти стрелки, которые в одну сторону. То есть вот это соотношение только выполняется. Что грань-грани – это соответствующая грань-грани в другом порядке. Но как только у вас есть полусимплициальное множество, вы, конечно, уже можете по полусимплециальным множеством построить честный симплециальный комплекс геометрически. Ну а просто берете вот столько, два треугольника, пять отрезков, четыре вершинки, и склеиваете их по правилам, которые тут написаны, что к этому треугольнику вы подклеиваете три отрезка, к этому треугольнику подклеиваете три отрезка. И по эти треугольники и к ним их склеить вот по этим точкам. Кстати, получается, честный симплициальный комплекс. Но вопрос в том, зачем нам вообще были вот эти обратные стрелки нужны, и почему было бы не ограничиться полу-симплициальными множествами. Ну, в каком-то, с точки зрения чего-то можно ими ограничиваться, но они обладают плохими, опять же, категорными свойствами. Можешь еще раз, как мы берем систему, если нет стрелок обратно, мы... Мы пока еще не построили, я не сказал, как построить симплициальное множество, я пока сказал, что как построить полу-симплициальное множество, то есть что-то со стрелками только вправо. Ну что, без S-итых, без S-йотых. Ну, это, опять же, какой-то способ кодировать, пытаться симплициальные комплексы. При симплициальных комплексе, кстати, у меня вот такой вопрос, если вы знаете определение симплициального комплекса. Вот это вот симплициальные комплексы или нет? Нет. То есть... Ну, подразбить можно, да. А так это, наверное, не симплициальный комплекс, потому что в симплициальном комплексе там вершина должна здесь неоднозначно определяет симплекс. Хорошо. Симплециальный комплекс мы называем, когда у нас уже есть разбивание на симплекс. То есть, если мы пытаемся разбить, то оно не симплециальный комплекс? То, что стопогичный просонц — это не симплециальный комплекс. Опять же, надо отличать все эти дополнительные структуры, которые вы выбираете, ну, либо аккуратно говорить каждый раз, выбираете его структуру или нет. Я вообще не буду говорить слово симплециальный комплекс, я его только сейчас говорю, чтобы, может быть, вам стало немножко понять, что такое симплециальное множество. Да. Значит, это полусимплециальное множество. Можно так получить. Но симплециальное множество — это еще какие-то дополнительные структуры нужны. Ну, зачем она может быть нужна? Ну, давайте попытаемся такую вещь сделать, что пускай у нас есть отрезок. Симплециальное множество хорошее. Там два — ноль симплекса, один — один симплекс. Да? Давайте возьмем и перемножим их. Два таких товарища. Получается, наверное, должен получиться отрезок. Квадрат, извиняюсь. Квадрат — это не симплециальное множество, да? Там квадратик нарисованный, не треугольничек. Но, наверное, правильное симплециальное множество, которому это должно соответствовать, это должно быть вот такое. Да, с диагональю какой-то. Но, с другой стороны, здесь у нас… Какие у нас есть симплексы? У нас есть, значит, как я сказал, два — ноль симплекса. Значит, два — ноль симплекса, и по одному — один симплексу. Ну, в смысле, хочется, чтобы симплексы произведения, они как-то строились из симплексов, которые есть у наших симплециальных множеств, которые были, симплециальных комплексов, которые были до этого. Но вот эти два на два — это, наверное, дает действительно четыре вершины. Это можно поверить. Дальше есть четыре одномерных симплекса. Но это тоже, наверное, понятно, откуда должно браться. Два на один и два на один. Ну, и на картинке они так и выглядят. А с два симплексами какая-то проблема начинается. Непонятно, почему тут два их появляется. У нас и один симплекс, это уже пять. Еще один симплекс, это уже пять. Правильно. То есть не очень понятно, как из этих данных получить вот такие данные. Но есть для этого рецепт, что надо просто говорить, что у нас есть не только симплексы такие честные, но еще есть выразленные симплексы, которые… То есть если бы каждый раз, когда у нас возникает какое-то произведение, мы его хотим каким-то заранее заданным образом разбить? Да, хотим канонически придумать какую-то структуру. То есть мы хотим, чтобы у нас было такое хорошее произведение симплециальных вот этих вот комплексов или симплециальных множеств, или симплециальных множеств, или чего-нибудь такого. Кстати, на симплециальных множествах вы сразу же бесплатно имеете произведение хорошее, потому что это просто функторы. На функторах всегда есть произведение. Вы просто… Для любого n отсюда… f крест g от n – это просто f крест g от n. То есть как бы по значениям вы перемножаете. То есть если у вас есть два симплециальных множества, то вы когда их хотите перемножить, очень естественно написать просто kn крестом g . Это будет, наверное, n симплексы соответствующего произведения. Вот. Ну давайте еще яночек, мы довернемся, что… Рецепт здесь есть, и рецепт называется добавить вырожденные симплециальные… Вырожденные симплексы. Что такое вырожденные симплексы? Ну а что такое простые симплексы? Это были подножества. Ну то есть это наборы из каких-то точек отсюда. Но давайте разрешим брать наборы точек с повторениями просто. У нас теперь один симплекс, а на самом деле еще и два симплекса. Ну потому что натянут один, да? Да. То есть давайте посмотрим, что здесь добавляется. Значит это были невырожденные симплексы. Ладно, давайте я не буду вот эту картинку рисовать, давайте отрезок посмотрим. Потому что их слишком много уже станет. Значит, какие тут ноль симплексы? И теперь давайте я пронумерую ноль один. Ноль симплексов. Ну, тут не бывает вырожденных. Бывают только два невырожденных. Один симплекс. Значит, во-первых, есть невырожденный симплекс, как и раньше. Но еще есть два вырожденных симплекса. Два симплекса. Невырожденных нету, но зато есть очень много вырожденных. Есть какой-то супер вырожденный, когда все три точки равно нулю. Есть такой, есть такой и есть такой. Ну, вообще есть симплексы любой размерности, только они все дальше уже вырожденные тоже. Потому что обязательно повторяются какие-то вершинки. Я тут неаккуратно пишу, просто скобочки. Но я имею в виду, что я просто рассмотрю соответствующему темноству. То есть неупорядоченный набор из чиселок. Это нельзя как-то нефиксировать тем, что мы просто берем и объединяем все меньшее? То есть мы теперь k2 рассматриваем не просто как k2, а как k2, 1, 1, 1, 0. Не совсем, но у нас есть стрелки, действительно. Теперь бесплатно у нас получили стрелки в обратную сторону, которые в симплециальном множестве есть. Да, значит, у нас есть все еще стрелки отсюда-сюда. Все такие же. Выкидываем там какой-то по порядку из элементов, которые здесь записаны. Это дельта, но теперь есть и в обратную сторону, где мы просто два раза повторяем какой-то из элементов. То есть отсюда-сюда только одна стрелка должна быть s1… s0. Она это отправляет сюда, а это отправляет сюда. Два раза повторяет этот элемент. Отсюда-сюда есть уже две стрелки, да? s0 и s1. Но она должна либо повторить… s0 повторяет первый элемент два раза, а s1 повторяет второй элемент два раза. То есть s0 вот так действует, из этого она делает вот это, из этого она делает вот это. Ну а s1, соответственно, повторяет второй элемент. Это сюда, это все еще сюда, а это все еще сюда. Вот. Действительно, получились стрелки в обе стороны. И можно проверить легко, что выполнены те соотношения, потому что, на самом деле, что такое вот эти вот наборы точечек? Это просто как раз отображение же из нашего упорядоченного множества. То есть это отображение каких-то упорядоченных множеств. Вот. Давайте теперь перемножим два отрезка. И на этом у нас время кончится сегодня. Попытаемся понять, какие есть симплексы на произведение. И вообще сколько мы хотим увидеть симплексов? Значит, есть один отрезок. И второй отрезок. И есть квадратик. Такую надо теагонали рисовать. Ну, с 0-симплексами все в порядке. Давайте поймем, что с 1-симплексами, например, все в порядке. Давайте 0-симплексы. Здесь их 2, здесь их 2, здесь их 4. Ну, потому что их выраженных не бывает, ничего не изменилось, все как было, хорошо, так и осталось. Давайте посмотрим на 1-симплексы, посмотрите. Значит, здесь у нас есть 3 1-симплекса. И здесь у нас 3 1-симплекса. Из них один вырожденный, 2 вырожденных каждый раз, и один невырожденный. Сколько у нас всего, значит, получается… А сколько у нас всего 1-симплексов здесь? 9. Да, это действительно вот это 3 на вот это 3. Уже не надо так ничего по диагонали писать, как мы до этого пытались посчитать, потому что у нас все 0-симплексы, они, на самом деле, в некотором смысле здесь тоже уже живут, как вырожденные симплексы. Поэтому никаких таких диагональных подсчетов не надо. А почему диагональ вот такая? Или это неважно? Нет, это важно… Я сейчас подумал. Я через 2 минуты подумал. Сейчас мне не получилось подумать. Давайте еще 2-симплекса тоже посчитаем. Дальше уже не будем считать. 2-симплекса, тут 4, тут 4. А тут должно получиться 16. Давайте поймем, видим ли мы тут 16 2-симплексов. Ну да. Да. 3-ти плюс 4, да? Надо все предыдущие складывать. Так не сошлось. Получилось 15. 2 плюс 4 плюс 2 – 2 настоящих. 2 плюс 4 плюс 9 – это 15. Да. Ой. Нет, у нас здесь, собственно, 2 настоящих треугольника, плюс для каждого ребра по 2 выращенных, плюс по 1 для каждой вершины. Получается 16. Я говорю про 2 вырожденных. А, сейчас… Потому что мы можем повторить либо одну точку, либо другую точку два раза. Да. Тогда, да. 9… Значит, нам говорят… 5 и плюс 4. Да. И плюс 2. Стоп. 10 и 4, и еще 2, да? Да. Еще 2 настоящих получилось. Плюс… Вы сказали, на ребрах у нас 5 на 2. Плюс 4. Да. Ну, то есть, хотя бы числа сошлись, но и несложно самому объекту построить, как все должно быть устроено. Вот. Ну, это какие-то были немножко рукомахатинские размышления. Ну, в следующий раз мы обсудим с вами тогда, как устроена геометрическая реализация. То есть, есть естественный функтор, который берет симплециальное множество и строит по нему топологическое пространство. Ну, как раз из такого симплециального множества, которое 2, 3, 4, бла-бла-бла, вот с какими-то вот такими стрелками, как здесь написано, он делает отрезок. А из произведения двух этих симплециальных множеств, вот в том смысле, как я сказал, как просто функторы перемножить, он действительно делает квадратик. Вот. В общем, очень хороший функтор. Функторы, на самом деле, сопряжены к функтору, опять же, мы это, я надеюсь, в следующий раз обсудим, к функтору sing, который берет просто сингулярное симплециальное множество. То есть, всевозможные отображения из треугольничков. Я даже в правильную сторону написал. Вот. В следующий раз мы обсудим, что вот бывают такие два функтора, что они оказываются парой сопряженных функторов. Это мы уже не будем особо обсуждать, но есть утверждение, что вот на этой категории можно тоже правильным образом завести слабые эквивалентности, и оказывается, что если их обратить в эту категорию, то получается просто гомотопическая категория, которую мы обсуждали сегодня вначале. То есть, это кажется, это пара эквивалентности, она спускается до… Пара сопряженных функторов спускается до эквивалентности гомотопических категорий. Поэтому всю теорию гомотопии можно, на самом деле, моделировать просто на симплециальных множествах. Какие-то просто какие-то комбинаторные данные. Там наборы множеств, какие-то морфизмы между ними, которые, соответственно, удовлетворяют каким-то точством. Все, да, закончим давайте на этом на сегодня.